Здравствуйте, дорогие читатели! В преддверии самого важного для нашей страны праздника, 9 мая, для вас прозвучит громкое чтение рассказов из сборника Натальи Кравцовой «Ночные ведьмы». В книгу Героя Советского Союза Натальи Фёдоровны Кравцовой вошли короткие новеллы, повествующие о буднях военных лётчиков, прославленного 46-го гвардейского атаманского полка. Немцы называли их «ночными ведьмами» и как огня боялись их маломощных фанерных самолётиков, бомбивших ночью с малой высоты, неуловимых и грозных. И не верили, что управляют ими вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со школьной скамьи. Для вас прозвучат рассказы «Идём на войну. Юлька. Пришла победа». Рассказ «Идём на войну». «Мы идём пустынными улицами Москвы к Казанскому вокзалу. Серое октябрьское утро. Бьёт лицо колючий снежок. Блёжки мороз сковал осенний ужин на мостовой. Зима 1941 года наступила рано. Шагаем колонной. Стучат по булыжнику железные подковки сапог. Стараемся идти в ногу. Нас много девушек больших, не по росту, шинелях и огромных кирзовых сапогах. Так шагу подрягивают котелки, привязанные к кирзакам. Сбоку на ремне у каждой пустая кубуратая пистолета, фляга и ещё какие-то ненужные вещи, которые почему-то непременно должны входить в комплексные режимы. Скользко. В сапогах непривычно. То и дело кто-нибудь из девушек плюхается на землю под сдержанный смешок соседок. Москва военная поражает нас. Из скверах торчат в прорези ниток. Настороженно. Словно прислушиваясь к далёкому углу войны. Стоят дома с разрисованными стенами. На стенах зелёные деревья и серые дороги. Окна оклеены полосками бумаги крест-накрест. И дома, как слепые. Война уже близко. Совсем близко от Москвы. Мы это знаем. Без жизни настоят ранваи, брошенные никому не нужны. Метро не работает. На станциях и в тоннелях люди прячутся в бомбёжке. Трудные, тревожные дни, когда известий ждут со страхом. Но мы не унываем, потому что мы уже солдаты. На нас новенькая военная форма со скрипучим кожаным ремнём. Теперь не нужно толкаться в военкомате и просить, чтобы это правильно фронт. Всё позади. И отборочная комиссия в ЦК Комсомола, и медицинская комиссия, и две шумные недели в Академии Жуковского, где находился сборный пункт. Сюда съезжались из разных городов девушки, пилоты и техники. Здесь мы постигали азы военной дисциплины, вникая в сущность субординации. «Всё это позади. Мы идём на войну». Правда, на войну мы попадём не сразу. Впереди учёба в летней школе. Там, в городе Энгельсе, на Волге, нам предстоит провести шесть месяцев. Когда Марина Раскова, наш командир, сообщил об этом, ноги ахнули целых шесть месяцев. Но, конечно, все обрадовались. Значит, решение о том, что мы будем воевать, окончательно и бесповоротно. Только одно огорчало. Мы покидаем Москву. Самый тяжёлый для неё час. Уезжаем в тыл, на восток. Подковки и сапог стучат по булыжнику. Мы идём по утреннему городу, поём песни. Наверное, смешно смотреть со стороны на нас, нескладно одетых девчонок в длинных шинелях. Но нет улыбок на лицах редких прохожих. Пожилые женщины подходят к самому краю тротуары, молча стоят и долго провожают колонну грустным взглядом. На вокзале грузим теплушки, матрасы, мешки, продовольствие. Только крича вашего трогается. Мы едем в Энгельс. Едем медленно. Потемневшим в небе первые вспышки разрыв. В городе воздушная треплога. Гудят паровозы, заводы, стучат зенитки. Две ясти пружка раздвинуты. Тихо звучит песня. Прощай. Прощай, Москва моя родная. На бой с врагами уезжаю я. Мы смотрим в московское небо. Многие из нас последние. Рассказ Юлька. Она пришла к нам в полк неожиданно. Девчонка с осиной талией и независимой походкой. Осень ярким ковром лежала на склонах гор. Под ногами шуршали листья. И снежная вершина Эльбруса белой волной светлела на фоне синего неба. В то время мы уже несколько месяцев воевали. И первые, совсем новенькие ординации укалили на наших гимнастерках. Мы прочно закрепились у предроги Кавказа и не сомневались в том, что теперь путь нас лежит только вперед. Ее звали Юлей. Нет, Юлькой. Потому что все в ней говорило о том, что она Юлька. Лихой, отчаянный летчик, орел. И то, что ей только девятнадцать, пустяк. Дело совсем не в этом. Ходила она, гордо подняв голову. Будто всем своим видом хотела показать. Вы меня ждали? Вот я и пришла. И теперь мое место здесь. Возможно, она боялась, что ей не сразу разрешат летать на боевые задания. А ей очень хотелось воевать. Юлька. Черная кожанка, туго затянута ремнем. Аккуратные хромовые сапожки, шлем на бекрень. Из-под шлема солнечный орел светлых волос. Вначале Юлька больше молчала, присматривалась, поводя темные бромки. Щелила глаза, улыбалась краешком-то, не разжимая губ. Не то презрительно, не то удивленно. И непонятно было, нравится ей у нас полку или нет. А когда начала летать, сразу все увидели. Нравится. Уж очень отчаянно летала Юлька. И ничего не боялась. Ни зениток, ни выговора за лихачество. Летного опыта у нее явно не доставало. Зато было с излишком бесшабашной смелостью. Мы полюбили Юльку. И уже не могли себе представить, как же мы раньше жили и не знали, что есть на свете веселая девчонка с чуть зернутым носом, еле заметными веснушками на нежной коже и брызгами радости в глазах. Без Юльки? Можно ли без нее? Все. Соберутся девушки, Юлька запевает песни. Встанут в круг, она уже в центре, отбивая чечетку и не плывет. Подбоченись так легко, словно ноги ее не касаются земли. Юльке нам нравилось все. И то, как она по-мальчишески рисовалась под бывалого летчика. И даже то, как относилась к жизни с нарочистым пренебрежением. Я помню Юльку всегда жизнерадостной. Веселой. И только однажды я видела ее совсем другой, притихшей, задумчивой. Это было под вечер, когда мы собирались на полеты. В ту ночь мы должны были бомбить немецкий штаб и боевую технику в одной из кубанских станиц под Краснодаром. Юлька молча натянула на себя комбинезон, надела шлем, перекинула через плечо планшет, села на деревянные навы и безвольно опустила руки. Потом вдруг резко откинулась назад, легла на спину. Так она лежала некоторое время, глядя в потолок. О чем она думала? Мы не знали. Наконец она с усилием сказала. В этой станице я выросла. Там моя мама. Никто не произнес ни слова. Трудно было что-нибудь сказать. Юлька решительно поднялась и куда-то ушла. Через полчаса командир эскадрильз ставила нам боевую задачу. Задание было несколько изменено. Нам предстояло бомбить боевую технику на окраине станицы. А Юлька со своим штурманом должна была на рассвете уничтожить штаб с самой станицы. «Я там знаю каждый дом!» Объяснила она всем со странной торопливостью. Мы понимали. Она волнуется. Штаб Юлька действительно разбомбила. Утром прилетела назад, довольная, возбужденная, размахивая шлемом, рассказывала. «Понимаете, я видела свой дом!» Спустилась и низко-низко так над ним пролетела. Усталые, мы медленно шли по ровному полю аэродрома. Героем дня была Юлька. И все это признавали. «А немцы не ждали бомбежки!» Подолжала она. «Я странировала, но совсем не слышно. Они только потом спосхватились. Начали стрелять, когда услышали взрывы». Ветер трепал светлые Юлькины волосы. Лицо ее горело. Такое она запомнилась мне на всю жизнь. На фоне ветреного неба, гордая и счастливая. Вскоре наши войска освободили Юлькину родную станицу. Но ей самой уже не пришлось там побывать. В одной из черных мартовских ночей Юлька была смертельно ранена. Всего несколько месяцев летала с нами Юля по школам. Наша Юлька оказалась в годы. Рассказ «И шла победа». Взят Берлин. Это значит конец войне. Почему-то трудно в это поверить. Так долго, так бесконечно она тянется. Конец войне – это так грандиозно и замечательно, что кажется просто неправдоподобным. Немцы капитулируют. Но еще держится группировка фашистских войск на севере. А может быть, завтра нам уже не придется бомбить? Как бы там ни было, а на новой точке, где мы сейчас стоим, нас, как обычно, заставили знакомиться с районом боевых действий. Задание – полет по треугольнику днем. Мы с Ирой взлетели парой. И как-то не сговариваясь, поднявшись в воздух, решили отклониться от заданного маршрута. В сторону Берлина, конечно. Очень любопытно взглянуть на Берлин сверху. Днем. Представится ли еще когда-нибудь такая возможность? Какой он, Берлин, логово фашистского зверя, как называют его в газетах, столица поверженной Германии. Мы летим в небольшой высоте. Под крылом пригорода Берлина ровные светлые шоссейные дороги, особняки в подстриженных садах, много зелени. Все аккуратно и геометрически точно. Здесь нет разрушений и зрытых траншеями земли. Никаких следов войны. Так, по крайней мере, кажется, если смотреть сверху. Птичьего полета. Да, вероятно, так и есть. Ведь наши войска взяли этот район сходу. Подлетаем поближе. Перед нами открывается огромный, севый, прозоразрушенный город. Он весь дымится. Кое-где еще дограют пожары. Небо почти спрошь затянуто дымом. И солнце с трудом пробивается сквозь дымную завесу. Светит слабым желтоватым светом, как при солнечном затмении. В воздухе пахнет галью. Мы низко пролетаем над Гейхстагом, где развивается наш советский флаг над Грандзобургскими воротами. Наверное, смешно выглядит наше ПО-2. Две маленькие пчелки над целой громадой города, раскинувшегося на многие километры. Делаем большой круг и выбравшись из дыма, летим домой. Снова ярко светит солнце. Майское солнце такое же, как светило нам тогда, в Энгельсе, при отлете на фронт. Такое и не такое. Новое солнце победы. А то, что должен был быть приказ верховного главнокомандующего, мы узнали 8 мая. Приказ, после которого наступит мир. И все-таки победа пришла внезапно. Мы прыгали, кричали, целовались. Парки под цветущими липами накрыли праздничные столы и выпили за мир. Вечером где-то далеко, в Москве, родина салютовала победителям. Мы устроили свой салют. Стреляли цветными ракетами, полили из пистолетов, кричали «Ура!». В этот день мы надели платья. Правда, форменные, с погонами и туфли. Не сапоги, а туфли, сшитые по заказу. Их привезли на машине. Полный кузов, выбирай. Настоящие туфли, коричневые, на среднем кабучке. Конечно, не ахти какие, но все же туфли. Ведь конец войне. И шла победа. Это слово звучало непривычно. Она волновала, радовала и в то же время, как ни странно, немножко тревожила. Мир. Он нес с собой большое, хорошее. Мир. Это было то, ради чего мы пошли на фронт, за что погибли наши подруги. Это была новая жизнь, которую мы еще так мало знали. Пожалуй, большинство из нас основную часть своей сознательной, по-настоящему сознательной жизни провели на войне. Где будет теперь наше место? Четыре года. Мы ушли в армию, когда нам было девятнадцать, даже восемнадцать. За эти годы мы подрослели, но в сущности настоящая жизнь с ее повседневными заботами и тревогами для нас еще не начиналась. Никто из нас толком не знал, что его ждет впереди. Одни мечтали учиться, вернуться в институты, пребывали учебе, другие хотели летать. Раступление мира всех потянуло домой. Сразу захотелось остро, да более в сердце, туда, где нас ждали. Где все такое знакомое, близкое, свое, где Родина. Люди по-разному представляют себе Родину. Одни, как дом, в котором они родились, или двор, улицу, где прошло детство. Другие, как березку на векой в одном крае, или морской берег, шуршащий галькой откос скалы, откуда так удобно прыгать в воду. А я вот ничего конкретного себе не представляю. Для меня Родина это щемнящее чувство, когда хочется плакать от тоски и счастья, молиться и радоваться. Родина. Книга Натальи Федоровны Красновой «Ночные ведьмы» выпущена издательством детской литературы и входит в серию «Военное детство». Приглашаем вас в библиотеку и за другими книгами из этой серии. Родина. 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 Родина.